Весь капитал должен быть внесен моими душеприказчиками На надлежащее хранение, подпоручительство и должен образовать фонд Назначение его ежегодное награждение денежными призами тех лиц Которые в течение предшествующего года сумели принести наибольшую пользу человечеству Присуждение наград не должно увязываться с принадлежностью лауреата к той или иной нации Равно как сумма вознаграждения не должна определяться тем, является ли он скандинавом или нет Это строки из завещания Альфреда Нобеля, великого шведа, хотя он считал себя гражданином мира Учредившего самые престижные премии в области науки, физики, химии, физиологии или медицины Они вручаются с 1901 года и с тех пор ими награжден уже 21 наш соотечественник Последним российским лауреатом 20 века стал петербуржец, выдающийся физик Жорес Иванович Алферов Академик Жорес Алферов Научный руководитель физико-технического института имени ИОФИ Вице-президент Российской Академии Наук Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года За создание полупроводниковых гетероструктур, ставших основой современных информационных технологий Премию Алферов получил в 2000 году А в 2003-м стал инициатором уникальной встречи нобелевских лауреатов Посвященной 300-летию города Луния В Петербург съехались светилы современной физики, химии, экономики, физиологии и медицины Встреча называлась «Наука и прогресс человечества» Помимо работы, гости могли познакомиться с достопримечательностями Северной Пальмиры Нева, музеи, театры, пригороды, белые ночи Было опасение, не сведется ли встреча к развлекательной, культурной программе С самого начала я считаю, что мы правильно сделали Что обращаясь к нашим гостям Мы не давили на них в том плане, что они обязательно должны выступить с лекцией По теме, за которую они получили Нобелевскую премию или близкой И давали им свободу в этом отношении И у нас было довольно много лекций Которые, вообще говоря, отражали действительно некие более общие проблемы Это лекция Лафлина «Конец редакционизма» Роберт Лафлин, профессор Стэнфордского университета США Лауреат Нобелевской премии по физике 1998 года За открытие нового вида квантовой жидкости Лекция Эрнста великолепная в конце В общем, социальной ответственности науки Рихард Эрнст Профессор Федерального технического института в Цюрихе, Швейцария Лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года За вклад в развитие спектроскопии ядерного магнитного резонанса Это социальный аспект и сам по себе внутренний процесс научных открытий Совершение научных открытий на примере открытия лазера Чарльза Таунса Чарльз Таунс Профессор Калифорнийского университета в Беркли, США Лауреат Нобелевской премии по физике 1964 года Совместно с советскими физиками Прохоровым и Басовым Их исследования в области квантовой электроники привели к созданию лазеров Великие ученые люди по-хорошему упрямые Их увольняли, их ставки сокращали Но они все равно добивались результата Зато став лауреатами, нередко меняли тематику исследований Я ученый, мне нравится заниматься наукой Я наслаждаюсь, получая новые знания Алан Хигер Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, США Лауреат Нобелевской премии по химии 2000 года Доказал, что органические полимеры При определенных условиях могут проводить ток не хуже металлов Моя цель продолжать заниматься этим Делать новые открытия, исследовать направления Я получил Нобелевскую премию, работая в области химии Но по образованию я физик, а сейчас работаю в области биологии Какое это удовольствие, иметь возможность работать в таких областях и наслаждаться этим И вот эти 20 корифеев науки собрались за одним столом в дубовом зале Дома ученых на Дворцовой набережной На Ауферовское чаепитие По традиции чаепитие проходят вот в этом дубовом зале Санкт-Петербургского Дома ученых Это встречи за круглым столом видных ученых, представителей власти, бизнеса, дипломатов, журналистов На которых обсуждаются самые актуальные проблемы, стоящие перед планетой, Россией, регионом и Санкт-Петербургом Конечно, в первую очередь это научная экспертиза социально значимых проектов Алферовское чаепитие – это целый ритуал Чай пьют из фарфоровых чашек, изготовленных специально по такому случаю Даже галстук был пошит к одному из чаепитий На нем суть открытия, принесшего Алферову Нобелевскую премию, и автографа Уриапа На нашей встрече мы планировали обсудить проблемы науки и развития человечества Вам хорошо известно, что наука – это главный вид деятельности человечества в целом И фактически все, чем располагает наша цивилизация, является результатом научного развития Однако сейчас приходится слышать, что наука дает нам не только новые разработки машин, оборудования, технологий Но также несет ответственность и за негативную сторону подобных преобразований Тезис был подхвачен и развит Причем наибольшую активность проявил один из первооткрывателей лазера Ученым известны вещи, неизвестные остальным И это можно использовать, чтобы помочь обществу К примеру, проблема глобального потепления – это то, о чем ученые знают больше других И нам нужно помочь людям разобраться в этом, чтобы избежать опасности Но проблема серьезнее Новые знания дают власть, а дополнительная власть – преимущество, от которого мало кто откажется Но стоит ли продолжать и дальше узнавать все больше и больше? Не следует ли прекратить исследования в некоторых областях? Клонирование – одна из таких проблем, возникшая в последнее время В устах ученого это звучит как крамела Не пора ли объявить мораторий на некоторое исследование? Ответ, как увидим, был единодушным Такой мораторий невозможен Хотя и от ученых не все зависит Вероятно, за нашим столом я единственный технолог И в своей стране работаю над созданием вооружения, в том числе ядерного оружия Это имеет отношение к политике и накладывает на меня ответственность Но мой научный опыт обширен именно благодаря вовлеченности в экономику Успех или неуспех моей работы зависит от того, что происходит в экономике В любом случае, новые оборонные технологии становятся собственностью больших компаний или государства И они держатся в секрете Таким образом, ученые сегодня не могут распоряжаться информацией, которую они добывают Думается, проблема отношений науки и власти относится к числу вечных И пример с созданием и применением атомной бомбы ничуть не устарел Когда первые атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки Несколько ученых-физиков предложили мне написать статью о переустройстве городов С целью минимизации экономического ущерба в случае ядерного взрыва Лоуренс Клейн, почетный профессор Пенсильванского университета США Лауреат Нобелевской премии по экономике 1980 года За создание и применение эконометрических моделей Первым успехом этих моделей было правильное предсказание экономического подъема в США После Второй мировой войны Я произвел грубый расчет Было очевидно, что жить в таком городе никто не захочет Таким образом, до тех пор, пока решение о применении ядерного оружия Находится в руках небольшой группы людей Конфликт лидеров двух наций может стать катастрофой Нельзя полагаться на их решение Нужно руководствоваться научно обоснованными расчетами А они, как правило, подтверждают рентабельность мирного урегулирования конфликтов Конечно, сами по себе атомные бомбы опасны Но не настолько, насколько могут быть опасны 2-3 человека Во власти которых полностью уничтожат человечество Здесь есть над чем подумать Ведь если биологи изобретут новый вирус Который будет очень быстро размножаться И распространяться на все новые территории Это будет тоже очень опасно для людей Но я считаю, что мы должны узнавать столько, сколько возможно Нам нельзя останавливаться Любопытно приложить эти размышления к деятельности самого Нобеля Он ведь тоже не останавливался, разрабатывая новые методы получения взрывчатки Жизнь и деятельность Нобеля неразрывно связаны с Петербургом Более того, здесь он заработал заметную часть своего состояния Ставшего источником знаменитой премии его имени Один из его старших братьев, Людвиг и члены его семьи Захоронены на Смоленском кладбище Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме Но уже 9 лет от роду переехал с семьей в тогдашнюю столицу России Где его отец и Мноэль Нобель сумел проявить себя предприимчивым изобретателем и промышленником Принадлежавший ему завод выпускал мины, трубы, металлоконструкции Впоследствии паровые насосы и дизели Этот мостовой кран помнит своих знаменитых хозяев В полном смысле Нобелевский кран Завод был своего рода учебной мастерской для Альфреда Нобеля и его старших братьев Роберта и Людвига Кстати, первые свои три патента еще до изобретения динамита Альфред Нобель разработал именно в Петербурге Он учился у частных преподавателей, среди которых был известный химик профессор Николай Зинин В неполных 20 лет был послан отцом изучать химию в Париж Впоследствии именно Зинин напомнил неутомимому Альфреду о взрывчатых свойствах нитроглицерина Нобель пристально следил за достижениями современной ему науки В его завещании отражены именно те области знаний, которым он отдавал предпочтение И в числе первых нобелевских лауреатов, те ученые, которых он ценил при жизни Наверняка в их числе выдающийся российский физиолог, наш первый нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов Безусловно, Альфред Нобель был в курсе всех работ Ивана Петровича Павлова Они публиковались за рубежом Он состоял в переписке с Иваном Петровичем Павловым Ну вот такой наиболее яркий пример интереса Нобеля к Павлову В 1894 году Нобель пожертвовал Ивану Петровичу Павлову 10 тысяч рублей золотом Это очень большая по тем временам сумма, которая позволила Ивану Петровичу расширить и продолжить это направление Которое в конечном итоге привело к премии Разумеется, Нобель вел свои взрывоопасные исследования в благих целях Например, для прокладки тоннелей Прибыль он вкладывал в развитие нефтяной промышленности России Его не остановила даже гибель во время одного из экспериментов его младшего брата-студента Эмиля Никакие запреты на проведение тех или иных исследований на самом деле не подействуют Потому что исследования будут все равно идти И человек все равно будет стремиться понять новое явление Выяснить целый ряд возможных сопутствующих эффектов А эти эффекты, конечно, их приложение может быть не только полезным, но и очень вредным Движитель американских ученых по созданию атомной бомбы был абсолютно патриотичным И трудно предъявить какие-нибудь претензии к инициаторам Манхэттенского проекта Потому что, естественно, что они беспокоились, что такое оружие может быть создано в гитлеровской Германии Ну а когда в 1945 году провели испытание Воломогорда, 16 июля 1945 года И затем было принято решение о испытании бомбы на людях в Японии При этом консультировались с учеными И они выступили против И решение было принято президентом США Трумэном Мы потратили более 2 миллиардов долларов Пошли на величайший риск Я и сегодня считаю, что испытание бомбы в Хиросиме и в Нагасаки было преступлением Что касается ученых, они могут предупредить Они могут высказать свою позицию Но не они принимают решение Ученые оказываются в ловушке С одной стороны, они не могут не проводить исследования Ими движет жажда познания С другой стороны, они понимают Что результаты этих исследований могут нанести ущерб человечеству Каков же выход? Его предложил Рихард Эрнст По моему глубокому убеждению Надо повышать роль национальных академий Международных экспертных сообществ В которые входят самые авторитетные ученые Но когда заговорили о вторжении США в Ирак Оказалось, что далеко не все ученые согласны нести Предписанную им Эрнстом общественную нагрузку Лично я не подписал петицию против вторжения в Ирак Причина в том, что у меня не намного больше сведений Чем у любого другого человека Я лишь владею небольшой информацией в области физики Некоторыми техническими деталями Знаю кое-что об обеспечении ядерным оружием Но не сведомлен о политической стороне вопроса В США достаточно много политиков И мнения нобелевских лауреатов не часто руководствуются Гости из США разделились на два лагеря Одни считали, что нобелевские лауреаты Должны были возвысить голос против операции в Ираке Другие утверждали, что они не имели на это морального права Поскольку были информированы о ней не более, чем рядовые граждане Под петицией, предостерегающей наше правительство от вторжения в Ирак Стояли подписи 42 нобелевских лауреатов Положительным в этой истории было то, что она привлекла общественное внимание Но в тот самый день, когда мы стали активно действовать Президент Буш выступил с обращением к нации В целом, и это грустно, Боб прав Вся наша эпопея с петицией имела лишь небольшой резонанс Тем не менее, мы поступили правильно И убедились в том, что были люди, слушавшие нас и желавшие слышать Я не вправе судить о подобных решениях Скорее всего, располагая ограниченной информацией Я могу смотреть на них, как обычный гражданин Стэнли Прузинер Профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США Лауреат Нобелевской премии по медицине 1997 года За открытие прионов Нового белкового механизма передачи инфекций Характерного, например, при коровьем бешенстве Все, что решаю я сам Так это кого поддержать раз в 4 года на выборах президента Раз в 2 года в Палату представителей И раз в 6 лет в Сенат Мы должны стараться делать все, что в наших силах Но при этом нельзя рассчитывать, что все будет безоговорочно по-нашему После этого стало окончательно ясно, что главный для типичного Нобелевского лауреата Вопрос самоопределения Является ли он только ученым, специалистом в конкретной области знания Или же отмеченный наградами и доверием общества Несет перед ним повышенные обязательства Причем не только в своей научной дисциплине Мне кажется, очень важно пытаться использовать возможность, которую обладают Нобелевские лауреаты Чтобы влиять на ситуацию во благо Так уж сложилось, что звание Нобелевского лауреата очень почетное, значимое Да, это правда, что мы не имеем специальных знаний во всех областях Но мы не должны быть равнодушными к тому, что в них происходит Вероятно, в дальнейшем люди будут больше прислушиваться к нашему мнению И нам надо к этому относиться со всей серьезностью А я не расстроен тем, что Нобелевские лауреаты не имеют особого влияния Я считаю, что они могут и должны работать над следующей проблемой Быть примером для молодежи Учитывая то, в какой степени наука может изменить жизнь Но когда Нобелевского лауреата спрашивают о том, что не относятся к его специальности Это неправильно И все-таки нашелся человек, примиривший эти две точки зрения Я был знаком с русским Нобелевским лауреатом Василием Леонтьевым Работавшим в той же области, что и я, в экономике Он часто говорил мне, что применительно к нам должен работать принцип «нобле саблиш» Что в переводе с французского означает «положение обязывает» То есть научное сообщество отметило твой труд, а ты, в свою очередь, должен что-то оставить людям Сложилось впечатление, при том, что в США уже больше ста нобелевских лауреатов Сила их воздействия на общественное мнение близка к нулю? Я думаю, что к мнению лауреатов Нобелевской премии, других выдающихся ученых в Соединенных Штатах Америки Прислушиваются в определении научно-технической политики, принятия научно-технических приоритетов Не зря там существует совет по науке при президенте И он работает активно, и вообще говоря, я знаю, что и члены этого совета Совершали, скажем так, героические поступки Когда президент Рейган принял решение о программе «Звездных войн» То Джон Бордин, единственный за всю историю науки Дважды нобелевский лауреат по физике в виде протеста Вышел из состава совета по науке Однако это не повлияло на принятие решения У нобелевских лауреатов есть трудности в отношениях не только с властями, придержащими Но и с рядовыми гражданами, с населением Из-за прискорбного недостатка знаний, образования Общество не разделяет наших взглядов, не понимает нашего языка Кристиан де Дюф, профессор Лувинского университета, Бельгия Лауреат Нобелевской премии 1974 года по медицине и физиологии За открытие в области структурной и функциональной организации клетки Мы, ученые, мыслим рационально А люди склонны верить в чудеса, в гороскопы, в нетрадиционную медицину Как биолог, я не расталкивался с тем, что люди не понимают Как эту жизнь можно объяснить с помощью физических и химических терминов И я считаю, что образование – крайне важный аспект Мы должны начинать с самого раннего возраста Учить наших детей, чтобы облегчить им жизнь в этом мире Согласен, у нас должно быть научно образованное общество Алан Мак Диармит, профессор Пенсильванского университета, США Лауреат Нобелевской премии 2000 года по химии Вместе с американцем Хиггером и японцем Широкавой Все трое – участники петербургской встречи Но ключевой вопрос состоит в том, каким будет отношение общества к науке И насколько мы, ученые, прочувствуем ответственность за судьбу своих открытий Но это зависит еще и от чиновников, отвечающих за финансирование науки А чтобы воздействовать на них, нам надо подключать прессу и другие институты гражданского общества Настало время подводить итоги Нобелевского разговора В ходе которого была затронута не одна проблема и выпита не одна алферовская чашка чая Возможно, роль ученых во влиянии на политику в будущем и возрастет Но я не слишком оптимистичен Отчасти потому, что положение науки в нашей стране пока, увы, не блестящее Хотя имеется небольшая тенденция к лучшему Отчасти потому, что в последнее время в мире стало больше проблем И, вероятно, часть из них появилась в силу развития науки Я считаю нашей задачей тратить как можно больше времени на образование молодого поколения Повышая тем самым престиж науки К тому же образование молодежи – лучший путь к взаимопониманию ученых Я думаю, что когда мы выполним эту задачу И когда благодаря нашим усилиям повысится уровень образования политиков Находить с ними общий язык нам будет легче На память о петербургской встрече Нобелевских лауреатов у меня осталась картинка Ее подарил мне американский химик Алан МакДиармит Ему, в свою очередь, подарил ее японский физик Лео Исаки А нарисовала ее дочь Лео Исаки На ней запечатлены слова Исака Ньютона Если я оказался способным видеть дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов Конечно, чем больше будет в России Нобелевских лауреатов Тем больше, вообще говоря, в науку будет идти талантливые молодежи Тем больше будет расти влияние ученых на экономику и на политическую жизнь В этом отношении, когда я помню, когда в 2001 году к нам в Петербург Приехал генеральный секретарь Шведской академии наук профессор Норби И спросил у меня, вам трудно? Я говорю, да А мы можем чем-нибудь помочь? Я ответил, конечно А как? Я говорю, присудите снова Нобелевскую премию российскому ученому И мне будет уже легче Я уже буду не один А через полгода после этой встречи мы узнали, что Нобелевским комитетом Швеции отмечены еще два российских ученых Гинсбург и Абрикосов Нобелевская эстафета продолжается Гинсбург и Абрикосов Гинсбург и Абрикосов Гинсбург и Абрикосов Здравствуйте, уважаемые друзья У нашей программы о науке и ученых маленький, но гордый юбилей Год в эфире В Новый год принято делать две вещи Оглядываться на пройденный путь и строить планы Вот этим и займемся вместе с нашими героями Началось все с программы «Чай с Альферовым» Гостями традиционного альферовского чаепития были 20 нобелевских лауреатов со всей планеты Разговор шел о гражданской позиции ученого Об ответственности науке перед обществом Одни утверждали, что нобелевский лауреат такой же человек, как все В том, что не касается его научной сферы Другие решительно возражали Мол, кому много дано, с того и спрос выше Не забыть был в той программе и первый российский нобелевский лауреат Великий физиолог Иван Павлов Безусловно, Альфред Нобель был в курсе всех работ Ивана Петровича Павлова Они публиковались за рубежом Он состоял в переписке с Иваном Петровичем Павловым Ну вот такой наиболее яркий пример интереса Нобеля к Павлову В 1894 году Нобель пожертвовал Ивану Петровичу Павлову 10 тысяч рублей золота Съемка юбилейного нобелевского измерения совпала с очередным алферовским чаепитием И здесь, в Думовом зале Дома ученых Мы встретили некоторых героев наших прежних программ Это был юбилейный год Юбилейный год Юбилей, который касался столетия присуждения Ивану Петровичу Павлову Первому российскому нобелевскому лауреату Нобелевской премии Это было, конечно, отмечено Речь идет о трехтоннике полном Ну и, наконец, впервые был поставлен уникальный памятник В уникальном, исключительном месте на Стрелке Васильевского острова Самое памятное событие в жизни съемочной группы – экспедиция Тем более дальнее, какая случилась у нас Когда готовили программу об астрономическом проекте «Квазар» Сначала самолетом до Иркутска Потом на машине за Байкал в Бурятию в урочище Бадары Где строится крупнейший радиотелескоп Вместе с двумя собратьями в Ленинградской области и на Северном Кавказе Он образует гигантский пространственный прибор Позволяющий проводить точнейшие измерения И на поверхности Земли, и параметров ее орбиты Ну, посмотрите, год тому назад вы пришли бы здесь, здесь вообще ничего не было А сейчас построена такая машина В следующем году вы придете, мы выйдем на небо и будем показывать Просто как мы наблюдаем радиоисточники Этим телескопом индивидуально И этим телескопом в составе того, что мы называем радиоинтерфонетрический комплекс «Квазар» И, конечно, за это время многое изменилось И я начну с самого конца Самое главное, что изменилось – телескоп начал работать Мы впервые вышли на небо Это называется первый свет у астрономов А первый свет – это, знаете, как крик новорожденного ребенка Иногда даже, может быть, не самые изящные по тональности Но чрезвычайно существенные для родителей Мы наблюдали в низких диапазонах И в коротких длинных волнах, и на длинных волнах И наблюдали, конечно, объекты, которые с астрономической точки зрения Наиболее сильные – это Луна, Солнце и Кассиопия В марте у нас будет официальное открытие обсерватории Бадары Я вас приглашаю туда, туда приедут официальные представители НАСА И вместе с нами они будут принимать этот инструмент В определенном смысле это будет, так сказать, удивительная вещь Потому что мы, с одной стороны, будем сдавать как в государственной комиссии этот инструмент А с другой стороны – нашим коллегам по нашей общей научной деятельности Мы, конечно, постараемся приехать А пока сообщаем Разработчики проекта «Квазар» удостоены премии правительства России за 2004 год Чтобы заглянуть в иные миры, вовсе не обязательно уезжать на край света Два часа езды отсюда, от Петроградской набережной И вы попадаете в Старую Ладогу, где словно остановилось время Староладожская археологическая экспедиция погружается все глубже в историю Сейчас она на отметке 8 века Ее руководитель, профессор Кирпичников, большой энтузиаст Результаты мироскопок доказывают, что уже в те времена Первая столица Древней Руси была центром ремесел и международной торговли Важным перевалочным пунктом на пути из Варягу в Греки, в Византию, в Персию и дальше на восток Две весовых гирьки с арабскими надписями Маркировка их Но это свидетельствует о том, что дальняя торговля здесь, несомненно, касалась востока Багдада, Ирана, Ирака В другом месте обнаружили одну из тайн славяно-русской археологии Известно, что славянки носили своеобразные украшения Отлитые из свинца и олова, мягкие такие Это трапециевидные и колесообразные Но где их делали, было трудно сказать Нашли форму, где они отливались Бусы тут моря, разноцветных, ярких, как радуга Бусы прямо вот в земле находятся Нисколько, никакой патины нет Высокая наука нередко соседствует с прозой жизни Так, плазменные технологии, пришедшие из физики высоких энергий Позволяют решать проблему утилизации городских отходов При этом особо токсичные, самые вредные отходы Разлагаются буквально на атомы А из органосодержащих можно получать высококалорийный синтез газ Вот мы и не поленились, подобрали на соседней свалке И все это можно разложить на атомы Безусловно, вот в частности различного рода пластики В этом мусоре содержится много органики И это целесообразно получить из этого полезный продукт В частности, смесь окиси углерода с водородом Так называемый синтез газ Который по калорийности несколько уступает к природному газу Но тем не менее, вполне высококачественное горючее тепло И дальше его использовать уже в турбине или в котле Для получения тепла и электроэнергии Вскоре после съемок в нашей программе Главный разработчик этих технологий, академик Филипп Рудберг Получил государственную премию Но и наша программа «Очищение плазмой» Была отмечена первой премией на городском конкурсе Как лучший телепроект об экологии Вот такое взаимовыгодное сотрудничество Наверное, самое огорчительное, с чем нам пришлось столкнуться Работая над циклом Нобелевское измерение Это невостребованность разработок российских ученых здесь, в России При том, что за рубежом они котируются довольно высоко Это весьма противная ситуация Поскольку работают российские ученые все-таки здесь Пожалуй, наиболее ярко это пренебрежение российской фундаментальной наукой Проявилось в истории создания нейтронного реактора ПИК в Гатчине Сооружение которого ведется вот уже 40 лет А что касается нашего реактора То сначала финансирования было недостаточным Потом оно стало катастрофическим И если оно будет таким, как сейчас То есть такая теорема До пуска ПИКа всегда 5 лет Почему такое происходит? Потому что все понимают, что это высочайший уровень технологии И если общество, данная страна не обладает этой высокой технологией Ну, соответственно, она занимает и место в мировой цивилизации соответствующее Вообще российский ученый на редкость перепелив, изобретателем и вынослив Он готов жертвовать личными благами для достижения высокой цели Готов создавать задел в настоящем для будущего Когда, наконец, появится средство для реализации его разработок Для одного из быстроходных кораблей будущего Корвета в институте имени Крылова Была найдена необычная форма Треугольная пирамида Именно такие работы называют прицельными Абсолютный приоритет в создании судов на воздушной подушке И экранопланов тоже у нашей страны На Западе разработки по экранопланам продолжаются У нас их строительство заморожено Но испытания все же ведутся Именно фундаментальная наука дает ключ к решению практических задач В том числе по излечению человека Так открытый Натальей Петровной Бехтеревой Механизм мозговой детекции ошибок Позволяет ее ученикам и преемникам Проводить тонкие точечные операции По избавлению наркозависимых От их пагубной тяги к наркотикам До операции тяга была С ней с ней лезь Шприц убираешь вену То вена пропадет, то игла поломается Невозможно у кого-то просыпался в холодном поту А после операции нету ни снов, ни тяги Вообще Безразлично как-то Самое, по-моему, яркое подтверждение того, что это нужно делать Даже не только то, что вылечивается наркомана А то, что после этих операций у них нет психического дефекта Если государство, подчерк государство Заинтересовано в том, что играет лечить от наркомании Мы готовы выполнить государственный заказ У нас коллектив дружный Естественно, мы шутили, когда смотрят эту передачу Особенно мне сейчас было смешно, когда я видел часы И вспомнил, что у меня-то часы шли А Аркадия Соснова, они остановились И поэтому мне времени не хватало, ему хватало Вот так и выигрывают иногда А если по существу вопроса То мое убеждение заключается в том Что человек, который разрабатывает новые науки И человек, который это внедряет Это люди совершенно разных профессий Совершенно разного менталитета Не лучше, не хуже, просто разного И я считаю неправильно предполагать Что человек, хорошо делающий одно, будет хорошо делать другое Вот совсем недавно вице-премьер правительства Екатеринбургской области Спектр Предложил нам внедрить в одном из отделений Его института или больницы Нашу методику по лечению наркоманов Не мы будем делать, мы обучим персонал Мы поставим инструменты И я считаю, что это пример того Как должно происходить внедрение Увы, подчас те, кто спасает жизнь других Сами сгорают преждевременно Сказано же, нас спасающие неспасаемы Люди, дожившие до определенного возраста Не гибнут сейчас так же легко, как гибли они там Несколько десятков лет тому назад А имеют очень высокий шанс дожить до своего 85-90-е столетия К занятиям социальной геронтологии, гериатрии Пушкову подтолкнули две женщины Ее мама, профессор медицины Ирина Измайловна Лихницкая Которой сегодня за 90 И Галина Васильевна Старовойтова Которая не как политик, а как ученый Участвовала в международной экспедиции в Абхазию Где изучала феномен долгожителей Повернуть время вспять, увы, нельзя Но избежать преждевременного старения Возможно и необходимо Пожилой человек, он свое уже взял Он уже прожил Но природа не может быть глупой Не может Если человек при своем развитии, появлении Имеет всего-навсего 14 лет детства Всего-навсего 10 лет взросления Всего-навсего от 25 до 60 лет Это зрелость Да? То есть 35 лет А старость природы закодировала в 40 лет Так что, она закодировала природу в 40 лет Просто так отдать? Это же не так Значит, этот период такой же, как и молодость и зрелость По формуле завещания Нобеля Премия его имени присуждается в области физиологии или медицины На самом деле физиология и медицина тесно связаны Мир с нетерпением ждет Когда же будет присуждена премия За создание вакцины против СПИДа Потому что сегодня вопрос стоит остро Кто кого? Я сама вещь инфицировала уже 4 года 4 года назад я узнала о своем диагнозе Не в центре СПИДа, а в обычной поликлинике Не отказали медицинской помощи Мы задоставили никакой информации Оставили наедине Существует ряд установок Достаточно негативных установок В отношении ВИЧ-инфицированных Например, вот эта установка, что мы представители Исключительно маргинальной среды Я как человек знакомый со многими инфицированными Могу сказать вам, что это не так Мы учимся и работаем Мы против налоги Мы открываем свой бизнес Мы создавим рабочие места Мы любим и любим У нас есть родители и дети Такого типа вирусом и заболеванием Еще человечество не научилось сделать Вакцин Если бы вирус возник раньше То мы были бы просто безоружны Если бы он возник позже То, скорее всего, мы бы легко с ним справились 5 лет на 10 бы позже Нам еще бы А сейчас происходит такое своего рода фехтование Значит, кто кого И пока вот в этом соревновании Вирус нас побеждает Козлов знаковая фигура в проблематике СПИДа Выпускник биофака Ленинградского университета Он стажировался в Америке В лаборатории Роберта Галло Первооткрывателя вируса иммунодефицита человека В 1987 году был пионером внедрения тест-систем Для диагностики ВИЧ-инфекции Методом иммуноферментного анализа В 1988 в лаборатории на базе больницы имени Боткина Диагностировал первый в стране случай смерти от СПИДа Вакцина от ВИЧ-инфекции СПИДа Само собой является голубой мечтой Любого ВИЧ-инфицированного человека И не то, чтобы даже голубой мечтой Все верят По одной простой причине Что как смеются в кругу группы риска Что если они не сделают вакцину Лек через 10-15 в России выберет половину населения Ну просто придется ее сделать Так как они не успели остановить эпидемию Эпидемия идет ужасная В Российской Федерации на 1 октября 2004 года Зарегистрировано около 300 тысяч ВИЧ-инфицированных В том числе почти 10 тысяч детей В Санкт-Петербурге зарегистрировано уже 29 тысяч носителей ВИЧ Это только верхушка айсберга По мнению независимых экспертов Официальную ВИЧ-статистику надо умножать на 7 То есть в России сегодня около миллиона ВИЧ-инфицированных В Петербурге более 200 тысяч Третье место после Москвы и Иркутска Из 20 снятых за этот год программ Две целиком посвящены подготовке научной смены Молодежь у нас отличная Потому что в России продолжают действовать научные школы Но для настоящего и будущего важно создать такие условия Чтобы молодежь оставалась работать дома Там многофункциональная То есть, ну, это, с одной стороны, это компьютер Это, ну, часть моей профессиональной деятельности С другой стороны, в какой-то степени средства доступа Ну, потому что там, понятно, все там по интернету Вот шахматы играют или музыку слушают Полностью уезжать за границу Вот пока я не намерен Хотя точно ответы так же показать не могу Так же, как я говорил, по-моему, в прошлый раз Получается так, что остались еще люди старой школы В России, с которыми очень приятно пообщаться Которые просто не могут выехать из России Обладают серьезным потенциалом в научной деятельности Вот общение с ними меня именно и задерживает в России Потому что таких людей найти за границей очень сложно Так, шаг за шагом, университет формирует интеллектуальную среду Уникальный опыт замечен руководством страны Лучшие в мире студенты-программисты из России Сегодня их поздравлял президент Самим чемпионом из Санкт-Петербургского института сочной механики и оптики по 20 лет Вообще, вопросам кадров на этой встрече было уделено фактически 90% времени В российской провинции спрос на программистов невелик Пусть едут ближе к столицам, говорит Владимир Путин Но только чтобы оставались, они ехали дальше За границу Произошел такой, знаете, своеобразный качественный переход Из количества в качество мы перешли Поскольку мы много лет создавали образ нашего города Как центр мирового программирования, центр российского программирования И вот, наконец, получили зримые результаты этой работы Этим летом в Санкт-Петербурге открыли свои центры разработок Крупнейшие мировые корпорации Такие как Intel, Sine Microsystem, Hewlett Packard, LG, Borland и так далее И надо сказать, что эти корпорации, они активно стали Наступать на наш рынок труда Ну, востребованные, так сказать Я не знаю, там практически, по-моему, все А это уже другие наши мальчики Фистеховские В научно-образовательном центре целых две театральные студии Зачем театр этим юным дарованием, сориентированным на точные дисциплины В лицее, где в выпускном классе по 4 часа физики в день Для меня театр это замечательная психологическая разгрузка После всех задач по физике, по алгебре, программ по информатике, по психтеатр Там посмеяться со всеми И после театра чувствуешь себя просто замечательно А может быть дело в том, что сам Алферов с юности был не чужд артистических способностей Наш актер, наш актер Он собирался играть и не сыграл Контр-адмирала Ревунова-Караула Нет, вот к свадьбе Свадебного генерала собирался играть Считаешь, что это как раз подходит Ну, сейчас мы с темой тройкой Много герцога все эти О, герцог тоже годится В общем, театр и физика Это не то и другое, это о жизни Просто физика это жизнь Это его понимание физического, то есть сухого научного А театр в лирическом понимании, в литературном Это привычает к работе в команде От себя многое зависит Ты в эпизоде, но ты можешь быть потрясающим просто в эпизоде Этот комплекс своеобразный памятник своего времени Он создавался в эпоху хронического безденежья для социальной сферы Когда объекты научно-образовательного профиля практически не строились Решение о выделении земельного участка принимало Бюро обкома партии в 89-м году Решение о начале строительства Петербургская мэрия в последний день путчи 91-го года А дальше, при всей череде сменявших друг друга правительств Алферов, включая свой огромный ресурс ученого, политика, общественного деятеля Добивался финансирования Результат за моей спиной Это академический университет для подготовки кадров высшей квалификации Еще немного и он будет сдан в строй Во всяком случае, переход в него для питомцев физтеховской системы уже готов Вот буквально днями должно быть подписано распоряжение о выдаче лицензий Академическому университету по специальностям наших трех первых кафедр Физики и технологии наноструктуры, астрофизики и нейтронной физики И мы получаем право вот уже официально обучать аспирантов и магистрантов по этим специальностям И думаю, что в феврале мы уже сможем встретиться с нашими аспирантами и магистрантами Ну а где 1 сентября будущего года Откроет дверь и уже действующий новый специализированный корпус Нашего научно-образовательного комплекса Где в основном и будет располагаться наш академический университет Нам не удалось поговорить со всеми героями Нобелевского измерения Как-никак в эфире прошло уже два десятка программ В следующих увидимся с прежними и новыми героями на их рабочих местах В лабораториях, у экспериментальных установок на производстве Там, где возникают и реализуются идеи Нобелевского масштаба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вечение таких сложных операций, как пересадка печени, это потребовало очень серьезных технологических решений со стороны нашей службы. К счастью, у нас есть современный многослойный спиральный компьютерный томограф, который позволяет за считанные секунды на одной задержке дыхания выполнить достаточно длинное исследование. Этого времени хватает, чтобы проследить движение контрастного вещества в сосудах печени. И вот я хочу вам продемонстрировать конечный результат такого исследования. Это трехмерная реконструкция сосудов печени, которую мы в реальном масштабе времени с вами изучаем с целью понимания строения сосудов печени. Это то, что непосредственно необходимо хирургу в предоперационном периоде для планирования тех сложных ангиографических реконструкций, перестроения сосудов, которые выполняются в процессе этой очень технологически сложной операции. Ранее такие исследования производились только инвазивным путем. Только с катетеризацией бедренной артерии и введением контрастного вещества и получением соответствующей информации о сосудах. Сейчас мы имеем возможность выполнить это при введении контрастного вещества в кубитальную вену. Совершенно не инвазивное и мало травматичное исследование. И, соответственно, продолжающаяся очень коротко, выполняемая очень быстро, поэтому и сопровождаемая значительно меньшей лучевой надрузкой. И еще вопрос. А послушать можно? Открутить обратно и послушать можно? Сейчас, Евгений Владимирович, такой вопрос. Мы сталкиваемся с тем, что такое ощущение, что в больнице, в комплексе, в основном это практика. Какая все-таки здесь существует база научная и что научная база, чем она необходима и что она дает для дальнейших операций. Потому что мы говорили с младшим гражданом, который сказал, что это уже рутинная, это уже технология. Это одна операция, вторая, третья. А где наука? Вот где наука? Ну, сложный вопрос. Но он важный. Сложный вопрос. Я бы сказал, что этот вопрос задан очень-очень не по адресу. Я как раз самый что ни на есть типичный практический врач. Да, действительно, в силу того, что мы работаем в научно-исследовательском институте, нам приходится заниматься научной работой, но не научной работой как самоцелью. А это, в общем, так сказать, естественный выход из нашей ежедневной практической работы. Потому что ноленс-ноленс мы вынуждены анализировать полученные результаты. У нас достаточно сложные пациенты. Пациенты, они сложные не потому, что мы такие умные, а потому что специфика института заставляет заниматься сложными пациентами. Более простые пациенты остаются на этапах городского здравоохранения. И то, что мы делаем, это реально интересно практическим врачам. Потому что то, что сегодня делают практические врачи в городе, это то, что делалось в институтах 10 лет назад. А то, что мы сегодня делаем, будет делаться в практическом здравоохранении. Думаю, что через 5 лет может быть быстрее. То, что вы сейчас сформулировали и сказали, это невероятно интересно. Потому что... Секунду, сейчас, сейчас, обязательно. Щелочку дадим посмотреть только после ответа. Не-не-не. Подожди, противами. Никакими противами. Вопрос, естественно, возникает из вашего ответа, который, мне кажется, очень интересен. Значит, все-таки это наука. Потому что то, что делается здесь, вы работаете на будущее. А наука работает всегда на будущее. Так? Нет? Ну, я не позволил бы себе таких глубоких хилософских построений по этому поводу. И таких высоких слов. Ну, понимаете, это реальная вещь. Реальная вещь. Мы должны анализировать, как лечатся наши больные. Стало им от этого лучше или не стало. В институте работают многочисленные отделения, которые занимаются теми вещами, которыми не занимается больше никто. Нехорошо говорить, что пробуют лечить другими способами. Это не совсем так. Но пытаются, вот в нашей практике, достичь того, чего не удается достичь в здравоохранении обыденном, которое всем нам хорошо известно. Отлично. Спасибо. Стоп, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.